Приморска. Не одну тысячу лет эта земля является домом для людей, а для их своим плодородием, богатством лесов и рек, теплым морем и великолепным солнцем. На территории всего 70 квадратных километров сосредоточены несметные природные богатства, благоприятный климат, флора и фауна и бесчисленные красивые достопримечательности. Не случайно именно эти места были выбраны в 70-х годах для строительства летней резиденции Тодора Живкова, первого секретаря ЦК Болгарской коммунистической партии, управлявшего Болгарией в течение 33 лет. Строительство резиденции было начато в 1971 году. Перед архитекторами стояла весьма непростая задача – удобно разместить все необходимые помещения внутри Большого Дворца, предназначенного для проживания всего лишь одного человека. И при том так, чтобы здание не казалось пустым. Построенная Блоснежная резиденция была названа «Перла», что означает «жемчужина», и вскоре стала не только украшением северной пляжной зоны Приморска, но и визитной карточкой всего курорта. В 1985 году было начато строительство второго здания, задуманного уже как отель для гостей Тодора Живкова. Это здание местные жители назвали «Перла-2». Она видна только с высоты птичьего полета, так как находится в красивом месте в глубине леса. Вот как сегодня выглядит это здание. На подъездных дорогах до сих пор установлены предупреждающие таблички «Частная собственность, въезд запрещен». Строительство не было завершено из-за смещения Тодора Живкова с поста генерального секретаря. И с 1989 года «Перла-2» остается заброшенной. На первый взгляд она кажется совершенно необитаемой, но это не так. В каждом помещении недостроенного отеля постоянно живет 200-300 летучих мышей. А общая их численность достигает 6000 экземпляров, принадлежащих 12 редким видам. Дело в том, что в Приморске довольно мало естественных пещер, пригодных для летучих мышей. Поэтому они и поселились в искусственных, созданных человеком. Летучие мыши очень важны для экосистемы. Они уничтожают огромное количество насекомых, в том числе комаров. Ведь Приморск очень благоприятные условия для размножения комаров. Это и обширные водно-болотные угодья Стамопова, и болота лагуны в устьях рек Дьявольская и Ропотама. За 6 месяцев всего одна крупная летучая мышь съедает 1,5 килограмма не только комаров, но и других насекомых, в том числе наносящих лесу серьезный вред. Например, известно, что гусеницы, питающиеся листьями деревьев, без летучих мышей размножились бы в гигантских количествах. Но летучие мыши не единственные обитатели отеля Перла-2. Кроме них, в отеле Перла-2 живут также 7 видов земноводных и 13 видов присмыкающихся, а также самая редкая змея в Европе и в Болгарии – красноголовый полос. Эту змею у нас видели всего в 8 местах.